Здравствуйте, ребята! Спасибо, что пришли в гости к дедушке Саше. Сегодня я расскажу вам сказку, которая называется «Семилетка». Жили-были два брата, богатый и бедный. Бедный-то овдовил, от жены осталась дочка на седьмом году, потому и прозвали ее Семилеткой. Выросла она, и вот дядя подарил ей плохонькую телушку. Семилетка поила, кормила, выходила ее и получилась из телушки славная корова. Принесла она ей теленка с золотыми копытцами. Пришли к Семилетке в гости дочери богатого дяди. Увидели теленка, пошли и сказали отцу, богатому захотелось отобрать теленка, а бедный-то не отдает. Спорили, спорили и пришли к воеводе. Просит разобрать их дело. Богатый говорит, я дарил племяннице только телушку, а не приплод. А бедный говорит, телушка моя, так и предплод мой. Как тут решить дело? Воевода и говорит им, вот отгадайте три загадки. Кто отгадает, того и теленок. Сперва отгадайте, что всего быстрее. Пошли мужики домой. Бедный думает, что тут сказать. И говорит Семилетке, дочка, дочка, воевода велел нам отгадать, что на свете всего быстрее. Что я ему скажу? Не тоже, батюшка. Молись, доложись спать. Лег он спать. Утром будет его Семилетка. Вставай, вставай, батюшка, пора идти к воеводе. Ступай, да скажи, что всего быстрее на свете мысль. Встал мужик, отправился к воеводе. Пришел и брат. Вышел к ним воевода и спрашивай. Ну, скажите, что всего быстрее? Богатый выскочил вперед и говорит. У меня есть конь, такой быстрый, что никто его не обгонит. Он всего быстрее. Воевода засмеялся и говорит бедному. А ты что скажешь? Мысль всего быстрее на свете. Воевода удивился и спрашивает. А кто тебя этому научил? Дочь, Семилетка. Ну и хорошо. Отгадайте теперь, что на свете всего жирнее. Пошли мужики домой. Бедный приходит и говорит Семилетке. Воевода нам загадал, что на свете всего жирнее. Как тут отгадать? Ну, батюшка, не тужи. Утро вечера мудренее. Молись, доложись спать. Старик лег спать. Утром Семилеткой будет его. Вставай, батюшка, пора к воеводе идти. Спросит он тебя, что всего жирнее. Скажи, что земля всего жирнее, потому что производит всякие плоды. Встал отец, пришел к воеводе. Пришел и богатый. Вышел воевода и спрашивает. Ну что, придумали, что всего жирнее? Богатый выскочил вперед и говорит. У меня есть боров, да такой жирный, что жирнее его нет ничего. Он всего жирнее. Воевода засмеялся и спрашивает бедного. Ну а ты что скажешь? Земля всего жирнее, потому что она производит всякие плоды. Воевода удивился и спрашивает. Кто это тебя научил? Дочь говорит. Семилетка. Ну хорошо. Теперь отгадайте, что на свете всего милее. Пошли мужики домой. Пришел бедный и говорит Семилетке. Так и так воеводу загадал. Что теперь делать? Ну тятенька не тужи. Утро вечера мудренее. Молись, доложись спать. Утром будит она его и говорит. Вставай, тятенька. Пора идти к воеводе. Встанет он тебя спрашивать. Скажи, что всего милее человеку сон. Во сне всякое горе забывается. Встал отец. Пошел к воеводе. Пришел и богатый. Вышел воевода и говорит. Ну что, скажите, что всего на свете милее? Богатый вперед и кричит. Жена на свете всего милее. Воевода засмеялся и спрашивает бедного. А ты что скажешь? Сон на свете для человека всего милее. Во сне всякое горе забывается. Воевода удивился и спрашивает его. Кто тебе это сказал? Дочь, семилетка. Воевода пошел в свои комнаты. Вынес решето с яйцами и говорит. Ступай. Отнеси своей дочери это решето с яйцами. Пусть она из них к утру выведет цыплят. Пришел бедный домой, плачет. Говорит семилетке, что так и так воевода сказал. Ну, батюшка, не тужи. Молись, доложись спать. Утро вечера мудренее. На другой день будет она отца. Батюшка, батюшка, вставай, пора к воеводе идти. Да вот возьми, отнеси ему немного зерен, просох. Скажи ему, что цыплята сейчас будут готовы. Да надо их кормить белояровым пшеном. Так, чтобы он зерна посеял и чтоб через полчаса пшено поспело. И чтобы он его ко мне тут час прислал. Встал старик, пошел к воеводе. Вышел воевода и спрашивает. Ну что, принес цыплят? Да дочь-то говорит, что через полчаса цыплята будут. Но надо их кормить белояровым пшеном. Так вот, она прислала несколько зерен. Чтоб вы посели и чтоб через полчаса все было готово. Да разве можно, чтоб зерно в полчаса выросло и зазрело? А разве можно, чтобы цыплята вывелись за одну ночь? Нечего делать воеводе. Перехитрил его семилетка. Вот дал он бедному пряжи и говорит. Пусть твоя дочка к утру саткет полотно и сошьет мне рубашку. Отец запечалился. Пошел сказать обо всем семилетке. Она ему говорит. Ну батюшка, не тужи. Молись доложить спать. Утро вечера мудренее. Отец лег и заснул. Утром будет его семилетка. Вставай, батюшка, пора к воеводе идти. Ступай к нему. Отнеси льня новой семени и скажи, что рубашка готова. Да нечем прострочить воротник. Пусть он это семя посеет и чтоб оно выросло. И чтоб через полчаса ко мне прислал. Отец пошел и сказал все воеводе. Воеводой говорит. Как же это можно, чтобы через полчаса лен вырос и из него напрясть нитки? Так как же можно в одну ночь соткать полотно и сшить рубашку? Опять перехитрил воевод. Вот он и говорит старику. Ступай, скажи своей дочери, чтобы она ко мне пришла? Ни пешком, ни на лошади, ни на санях, ни на телеге, ни нога, ни одета. И чтобы принесла ни подарок, ни отдарок. Приходит отец домой, рассказал все дочери. На другой день семилетка сняла с себя одежду, обвернулась мережой, взяла голубя и отправилась к воеводе на лыжах. Пришла к воеводе и подает ему голубя. Голубь тот час вырвался у него и улетел. И тут перехитрила она воеводу. А сама ему очень понравилась. Он и говорит. Я завтра приеду к вам. На другое утро приезжает воевода к дому семилетки. А у них ни кола, ни двора, только сани да телега стоят. Воеводы и смотрят, куда ему привязать лошадь. Подходит к окну и спрашивает семилетку. Где бы мне лошадь привязать? Привяжи между летом и зимой, отвечает она. Воевода думал-думал, едва мог догадаться, что между летом и зимой, значит, между санями и телегой. Вошел воевода в избу и стал сватать за себя семилетку. Но с условием, чтобы она не вмешивалась в его воеводские дела. Ежели не сдержит обещания, так он ее с тем, что всего больше и нравится в доме, отправит снова к отцу. Вот обвенчались они, живут да поживают. Много ли, мало ли времени прошло. Только один мужик просит у другого лошадь съездить в поле за репом. Тот дал лошадь. Мужик поехал, а приехал поздно вечером. Поэтому не повел лошадь к хозяину, а привязал к своей телеге. Встает утром. Видит. Под телегой жеребенок. Говорит. Жеребенок мой, он под телегой. Видно, репа, либо терега ожеребились. А тот, чья лошадь, говорит. Жеребенок мой. Спорили, спорили и пошли к воеводе судиться. Воевода рассудил. Жеребенок найден под телегой. Так значит, он того, чья телега. Услыхала эта семилетка, не удержалась и сказала, что он неправильно судил. Воевода рассердился и потребовал разводной. И после обеда надо было семилетке уезжать к отцу. А воевода за обедом сытно поел, выпил венца, лег отдохнуть и заснул. Тогда она велела его сонного положить в карету и ехала вместе с ним к отцу. Там уж воевода проснулся и спрашивает. Кто меня сюда перевез? Я тебя перевезла, говорит семилетка. У нас было условие, чтобы я взяла из дома то, что мне больше всего нравится. Я и взяла тебя. Воевода удивился ее мудрости и помирился с ней. Возвратились они домой и стали жить да поживать. Тут и сказочке конец. А кто слушал, тот молодец. Молодец.